Культ поход В СССР, поэтому программу записывали вчера Я почему говорю, потому что сейчас раздавались звонки В нашей студии И приходилось объяснять, что, увы, вы не можете в эфире Высказаться и задать вопрос нашей гости Потому что в записи выходит передача Но мы с Ириной Владимировной договаривались Что еще серию программ сделаем Потому что тема очень важная, ответственная И, безусловно, много вопросов Я думаю, что все вопросы, которые прозвучали Мы обязательно зададим Так что не беспокойтесь И будет у вас такая еще возможность связаться со специалистом 211-101, повторю номер нашего телефона Он вам пригодится, потому что в культ походе Будет и традиционная викторина Заготовлены призы Список перед нами Гость с нами находится Его сейчас представим Будем уже начинать культ поход Любопытный сегодня день Прям неожиданный Гость наш вчера пришел Мы сказали, приходи, Саша, к нам завтра в культ поход Он говорит, хорошо, приду Итак, внимание, уважаемый публика Уважаемые слушатели Хорошо знакомый вам человек Хорошо знакомый голос Александр Рассохин, наш коллега-журналист Город Москва в настоящее время Уже к нам в гости ездят Город Москва, место работы Саша продолжает работать на радио И все вроде бы хорошо Да, все стабильно Хорошо Ты сегодня с другой немножко миссией Ты на родине, в законном отпуске находишься И решил не зря время провести И, так сказать, часть своего хобби Хобби это или как Увлечением своим поделиться Да, увлечением Важным в культурном смысле Потому что культ поход у нас Да, увлечением музыкой Историей музыки, скорее всего Ну и здесь вопрос не только в музыке Но и в какой-то социологии, может быть даже В следующее воскресенье Буквально здесь совсем рядом 3 июня 3 июня Да, кто-то называет это Бар, клуб, там арт-пространство Вот здесь совсем рядышком С театральной площадью Конструктор-практик Для кого-то это по-прежнему завод Да Там будет проходить лекция Ребята периодически проводят Различные музыкальные лекции Рассказывали и про историю И развитие там хип-хоп-музыки Фанка, постпанка Рок-музыки, регги И вот сейчас дошла очередь до меня Я буду рассказывать про британские рейвы Откуда идут корни Всех этих событий, которые потрясли Британию в конце 80-х годов Ну а потом и весь остальной мир Да И как это изменило индустрию развлечения И электронную музыку И, собственно, британского общества Потому что интересный момент Например, вот просто для примера скажу Если, предположим, вы темнокожий парень Там и на дворе 85-й год И вы решили сходить в какое-нибудь Увеселительное заведение Это живет этот темнокожий парень В этом году в какой стране? В Лондоне В Лондоне В Западном Лондоне Из The Capital of Green Совершенно верно И вот решил он сходить в какое-то Увеселительное заведение А ему на входе сказали Что, ну, у тебя, может быть, там Не те, не та обувь Не та футболка Или еще что-то Очень политкорректно послали лесом Да, может быть, и не очень политкорректно А то, что случилось в 87-88 году Повлияло так, что на полях Британии Собирались люди совершенно разных цветов В вероисповедании Там культурных каких-то кодов И все вместе отдыхали Их собирала музыка Ну и как часто это бывает В различных субкультурных вещах Это еще и наркотические средства Давайте сейчас озвучим Какие-то имена, названия коллектива Чтобы так сразу представляли слушатели А вот можно даже, я думаю, что попросить Нашего звукорежиссера Артема Артем Щелканов Есть заготовочка небольшая Например, вот коллектив Orbital Поясню, почему Orbital, то есть орбита Все основные рейвы проводились Вот если говорить про Лондон Это вокруг Лондона Вокруг трассы М-25 М-25 Orbital И отсюда пошло название коллектива А это что, лондонская кольцевая? Да, да, совершенно верно Давайте послушаем Хороший такой темп Вполне можно энергично двигаться Да, были там и побыстрее, и помедленнее И на самом деле Вот вся эта история, которая там происходила Она дала толчок для развития музыки Потому что если раньше музыкант как-то ассоциировался с какой-то студией С какими-то инструментами То в это время начинается история Когда где-то в своих квартирках На там только появляющихся компьютерах Люди начинают экспериментировать И появляются вот такие домашние продюсеры Сами себе Да То есть демократизация происходит Да Очередной шаг такой Ну и понятно, что Если опять же там в двух словах Какие истоки Здесь настоящий винегрет Потому что в Британии Достаточно мультикультурная страна Благодаря опять же Тому, что было много различных колоний По всему миру Ну да В середине 20-х Многовековая история Да Как это говорили империя Над которой никогда не заходит солнце И в середине 20-го века Стали активно они требовать независимости И могли получать они, так скажем На льготных условиях Британские паспорты Свободу передвижения Да И соответственно здесь смешалась И ямайская культура Регги Идея там саунд-систем И что-то из Америки Было какое-то веяние Там с Карибского полуострова И поэтому все это привело к тому Что вот в эти годы Не то чтобы какая-то музыка пришла Пришло очень много различных Музыкальных жанров Течений Это все воспроизводилось и в одежде Опять же и в музыке И в танцах Слушай, а мне интересен Такой специфический вопрос Вот тот отрывок сейчас Который мы услышали Orbital Вот именно это звучание Электронное Оно специально как-то создавалось А, ну здесь Вот почему именно так это звучит Ну, здесь Мне кажется Это связано с уровнем развития Компьютерной техники С уровнем развития Сейчас уже по-другому звучит Ну да То же самое Ребята сидят за компьютером История Сочнее как-то сейчас это все Ну, история в том Что в Японии Создавалась Знаменитая компания Rowand Была создана И они создали Такой синтезатор ТА ТР Если по-русски говорить 808 Ну, вообще Многие эпохи музыкальные Они как раз таки С техникой С синтезаторами связаны Там выходит какая-то Культовая модель Все Переворот пошел Вот мы как раз И видимо И с той истории Это очень сильно Повлиял На развитие Электронной музыки Потому что Обычно в синтезаторах Старались Как я понимаю Не музыкант Воспроизвести Ну вот реальные Ударные А здесь Что-то пошло не так И звук исказился И там 12 тысяч Экземпляров было По тысяче долларов Никто их не покупал Сначала А через какое-то время Люди Как раз Молодые люди Которые экспериментировали С электронной музыкой Только начинали Они Попробовали И в итоге Это стало Таким толчком Для развития И вот Следующая композиция Я думаю Наверное Уже после перерыва Как раз таки От коллектива Который взял Название Из этого Роланда 808 штат Или 800 Они прям Вот такой поклон Отвесили И назвались В честь этого инструмента Ну хороший инструмент Хороший синтезатор Рабочая станция В настоящее время Недешево стоит Конечно Профессионалы Я имею ввиду На которых Ну я думаю Что сейчас Это прям и раритет Потому что А с другой стороны В последнее время Какая-то тяга наоборот К живому звуку Звучанию Ну это так По моим ощущениям Да это у кого как Мне кажется Кому что на он придет Да Давайте прервемся Сейчас небольшой перерыв Скоро начнем разыгрывать призы Наш гость Александр Рассохин Наш коллега Журналист Который прочтет Прочтет лекцию Прочтет Прочтет или проиграет С примерами Будет лекция Конечно С примерами Это все будет В конструктор практик 3 июня В воскресенье Начало В 18-19 часов Примерно Примерно так В 6-7 В 6-7 Не обязательно Приходите Штука Это правильно Так и должно быть В 6-0-0 Это уже не рейс Спешл фром Роскомнадзор 18 плюс Мы произнесем Ограничение этого мероприятия Небольшая пауза Культ поход Итак у нас будет Сейчас еще один Музыкальный отрывок Из той эпохи 88-й год И это как раз таки Такая может быть Даже благодарность Инструменту Который Дал Толчок развития Вообще электронной музыки Группа называется Еще раз Ну если по-русски 808-й штат А так 800-8 Стоит Наверное корректно Ну давайте 30 лет назад было это Да Ну и Здесь можно заметить Вот эти вот какие-то Такие тропические Летние Нотки И вроде как Ну в предыдущем треке Тоже было Тропического хватало Да Вот и вроде Там духовые Какие-то Южные И какие-то там Перезвон Птичий перезвон Это все От того Что опять же Вот мы говорили Про симбиоз культур Здесь очень сильно Повлияла Ибица В 60-х годах Хиппи заезжали На этот остров Вообще такое явление Как хиппица Она когда зародилась Ну когда Он как раз рассказывает Александр Что это Она просто менялась То есть Ибицу Облюбовали Сначала именно хиппи Да Движение 60-х годов Это уже намного позже Электронщики уже Значительно Тогда какая электроника Тогда еще И тогда вот это Были как раз таки Мелотроны были Тогда еще Какая электроника Вот как раз таки Может быть Где-то даже Отчасти богемные Может быть Вечеринки Где там Собирались звезды Известные С разных С разных Стран А Дизжакеем Которые там Работали Им нужно было Удовлетворить Все вкусы И поэтому Они таким образом Собирали вот выступления Из музыки Разных культур И в том числе Из хаос Движения Которое только Зарождалось Появлялось И опять же Англичане Ну вот Есть такая байка Что вот Четыре там человека Четыре или пять Не помню сейчас точно Они как раз Побывали на Ибице И вот привезли Весь этот дух свободы Который там царил И с учетом Наркотических средств Опять же Они вот До конца Так скажем Как они говорят Поняли эту музыку Я тут недавно Пересмотрел Страх и ненависть В Лас-Вегасе Ну ты очень жесткий Я как раз Мы сегодня с Сашей Говорили Прекрасный фильм Связанный С Рэйвом 24 Круглосуточные Тусовщики Прекрасный фильм Как раз История Зарождения Рэйв Площадок в Манчестере Да Так что Он гораздо более В этом плане Справедлив А Страх и ненависть Он про другое Напомните Рэйв вообще Как переводится буквально Ну Рэйв В 50-х В одном из районов Лондона Соха Зародилась Это слово появилось Это означалось Как раз Богемная вечеринка Ну сначала Для битников Потом для модов Вот всех субкультур Которые там были В 60-х Даже Журнал такой Появлялся Ну Издавался Вот Ну Рэйв В принципе Это вот как раз Такие что-то Вечеринка Взрыв Каких-то эмоций В общем Эмоциональная какая-то Штука такая Ну да Хорошо Ближе Ближе уже нужно К розыгрышу Наверное переходить Безусловно Вернемся к этой беседе О мероприятии Увлекательной беседе Я бы сказал В воскресенье 3 июня В конструктор практик На Рядышком с перекрестком Улиц Дериндяева И Московской Давайте Николай Озвучим Да призы Давай сначала Еще раз напомним Наш номер телефона Чтобы люди уже на низком старте были Да То есть 211-101 И список призов Драматический Театр 27 мая в 5 часов Лекарь по неволе 16 плюс 16 июня в 5 часов вечера 18.25 запрещенный роман 12 плюс Одна из самых популярных постановок Последнего времени Под названием Гудбай Берлин Я имею ввиду популярных Театр Наспасской 21 июня 18.00 21 июня То есть практически через месяц 16 плюс В театре кукол завтра Это уже конкретно для тех Кто нас слушает Для ваших детей 26 мая в 11.00 Царевна лягушка Ограничение 0 плюса Соответственно То есть переходите Вместе с детьми Галерея Прогресса Спасибо Сегодня с нами Билеты на только что Открывшуюся выставку Игоря Сметанина И Максима Наумова Называется Навятские Хватские 0 плюс Дмитрий Шилеев Руководитель галереи Как раз подробно рассказывал У нас в минувшую пятницу Да? В минувшую пятницу? Да-да-да Как раз Дмитрий рассказывал Книги у нас Как всегда От магазина Читай город Напомню А еще Сувенир у нас А сувенир Галерея Прогресса Это Кружка и Магнит С рисунками Татьяны Дедовой Вы прекрасно понимаете О чем речь Вернусь к книгам От магазина Читай город Сразу скажу Что купить их Можно приобретать Их можно по адресам Либо Преображенская 65 В торговом центре театра Либо Ленина 103 Торговый центр Крым А книги такие Александр Полярный Мятная сказка Не буду подробно рассказывать Это любопытная книга На самом деле Граничение 12 плюс Дальше Корделия Файн Тестостерон Рекс Мифы и правда О гендерном сознании Что-то научно-популярное Наверное Научно-популярная книга Разрушающая многие стереотипы Сложившиеся в общественном сознании По вопросу пола и гендера 16 плюс На всякий случай Мне следующая книжка Любопытна Потому что я в детстве Мечтал быть космонавтом Это книга Как раз для детей Космонавт Руководство для начинающих 6 плюс Ограничение Яркая И информативная книжка Для детей О трудности профессии Космонавт По шаговой инструкции Забыл автора назвать Луис Стоуэлл Красиво Ника Набокова Как перестать быть овцой Избавление от страдашек Шаг за шагом Ну 18 плюс Думаю люди уже поняли О чем эта книжка Овцой я так понимаю Это ориентировано По половому признаку То есть если бы Для мужчин Как перестать быть бараном Козлом Козлом А тут овцой Ну извините И автор женский Мне кажется Неосторожные выводы Женского пола Совершенно нормальным Вот Ну и естественно У нас есть приглашение В книжный клуб 12 Где 27 мая В 7 часов вечера Начнется уютный вечер Стихов и прозы Агла и Соловьевой В 18 плюс Ну и также Билеты на любой Фильм и сеанс В кинотеатр Смена Вот такие у нас Неплохо в общем-то Александр Асохин Задавай нашим Слушателям вопрос Я хотел бы Ну услышать Так скажем Название одного Из самых главных Символов Вот всего этого Рейв движения И дам Несколько подсказок Ну во первых Все началось В 88 году В клубе Шум Это такое Знаковое место Для всей этой истории Клуб просто придумал Себе логотип Вот именно Этот символ Стал логотипом И после Его стали активно Наносить на футболки На все вещи Где этот клуб Простите Находился Шум Шум Это клуб В Лондоне И в 88 году Эта вся история Происходила Но Сейчас Вот этот символ Используем мы везде Причем люди Не имеющие Никакого отношения Ни к клубу Шум Ни к Рейву Они ходят в этих футболках И не используют его При работе на компьютере Я правильно понял Наиболее активно Мы используем Это при Переписке В социальных сетях Мессенджерах В смс Такая уже все Ты уже все Сказал слушать Ну что Вот уже есть Позвонившие Желающие получить наш приз Давайте Полюбопытствуем Нашего слушателя Алло Добрый день Вы в эфире Алло Добрый день Не молчите Если вы нас слышите А может Нам знак этот показывают Не получилось 311-101 Следующая попытка будет Удачней И вот Александр Как раз в телефон Отправился Для того чтобы Видимо кому-то Отправить этот самый символ Символ соответствующий Отправить Ждем еще Вторая попытка Добрый день Как вас зовут Наталья Меня зовут Может быть Смайлик Да Совершенно правильно Это банальный смайлик Ну что уж он такой банальный Это сейчас он кажется банальным А тогда это назывались Хэппи фейс Хэппи фейс Счастливое лицо Ну вообще Сама история Смайлик Она тоже Очень интересная Ну официальная история Некий американский дизайнер Его придумал Еще в 60-е годы Работу его не приняли А потом как-то он Случайно засветился Вот так Ладно бог с ним Наталья что выбираете Дайте кино Билет на любой фильм Любой сеанс В кинотеатре смена Хорошо Не кладите пожалуйста трубку Традиционное общение С нашим редактором Который подскажет вам Куда прийти за этим билетом Николай Голиков Тоже музыкальные вопросы У меня тоже музыкальные вопросы Тоже рейв Нет никакого отношения к рейву не имеется Сегодня дело в том Что 25 мая Это день освобождения Африки Уже в 55 раз празднуется Этот великий праздник Поэтому все вопросы Будут такие музыкальные Географические Дело в том Что вообще музыка наша Интернациональна Поэтому очень многие Исполнители Очень многие произведения Каким-то образом Переплетают В себе разные континенты Бывает самым неожиданным образом Вот к примеру Сейчас прозвучит фрагмент Очень известный Очень популярный В советской стране А до сих пор на Украине Популярные песенки Пола Маккартни Я попрошу включить фрагментик В народе она была больше известна Под названием Хоп Хей-хоп По припеву И вот Маккартни удивился Что ее очень любят на Украине Потому что там это им напоминает Свой родной танец Гопак Гопак Поэтому да На Украине он всегда исполняет Но дело в том Что записывать эту песенку Маккартни решил в Африке Потому что в Лондоне Было тесно в студиях Все А в Африке как раз Открылось В одной из африканских стран Да все было Везде переполнено Все что-то хотели записать Он поехал в Африку И значит там В этом городочке В котором 13 миллионов населения Который в то время был Столицей государства Сейчас же не является Он эту песенку и записал Три варианта ответа Где же он это делал В какой стране Первый вариант это Нигерия Второй вариант это Кот-де-Вуар А третий вариант это Буркина-Фасо О как Буркина-Фасо, Нигерия, Кот-де-Вуар Людей которые изучают Африканскую географию Скажем так Вопрос крайне легкий Там в городе была хорошая студия Там как раз открылась новая студия Нет, студия оказалась не очень хорошая И люди оказались не очень хорошие Пола и Лину там еще ограбили заодно В общем было весело Добрый день Но песню он записал Да, сохранилась Добрый день Добрый Где же записал Пол Маккартный Песенку миссис Ландерия Совершенно верно В городе Лагос Который в то время был в столице Совершенно правильный ответ Тем более, что Кот-де-Вуар Появился на карте только в 86-м году А Буркина-Фасо в 84-м А песенку Пол Маккартный записывал в 73-м Или угадали? Википедию посмотрел А, Википедия, все правильно Хорошая мудрая мысль Ну что бы вы хотели за свой правильный ответ получить? Давайте книгу про тестостерон корзели Правильный выбор, я думаю, да Мифы и правды о гендерном сознании Отличная совершенно книга Кстати, очень красивая Поздравляю вас, она ваша Да, передаем вас нашему редактору Пообщайтесь, узнаете, как получаете эту книжку Ну, кстати, сегодня... В твоей очереди вам Да, я понимаю Не только сегодня день освобождения африканских народов Между прочим, более близкий для нашей редакции праздник Потому что у нас в редакции есть филологи День филолога в России Да, есть такое дело Я просто не успел А еще день сварщика в России есть Есть у редакции сварщики? Нету День сварщика А еще в эти дни 24-25-го У нас, как известно, последние звонки проходят в школах И мои вопросы тоже музыкальные Они связаны как раз-таки с прощанием со школой Сейчас прозвучит небольшой отрывочек известной композиции Парочка строк, да, будет пара А следующая, соответственно, две строки ваша задача Исполнить, пожалуй Продолжить Да, наш звукорежиссер Ну вот, пожалуйста, вокально-инструментальный ансамбль «Самоцвета» Исполнил две строчки куплета Одного из куплетов Называлось «Не повторяется такое никогда» Да-да-да, а я вот не стал Припев-то, собственно Да как здесь дело не припеве Я потому и говорю спокойно Пожалуйста, две строчки с вас Как вас зовут? А, продолжать, да, это Светлана Продолжать? Это наша Светлана, наша постоянная слушательница А, я хотела свою песню Ну ладно, давайте продолжим Давайте В лужах голубых стекляшки Светлана 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 Я повторюсь Я специально не стал брать припев Потому что его знают все Я воспитаю насчет куплета Это куплет Значит, первые строчки были такие Песенка дождя Катится ручьем Шелестят зеленые ветра А вот дальше что, Светлана? Еще две строчки Две секунды Две секунды Слышно, как скрипит Дерышко слегка Два Увы, нет Давайте будем следующего пытаться подключать Слушатели 211-101 Ну, слишком уж легкое было бы задание Ну, правильно, конечно Песенка дождя Катится ручьем Шелестят зеленые ветра Там дальше Про чувства идет Вот Вот Это же моя Мой выпускной как раз Угадался песня А, кстати, сегодня 25 мая Я выпускался из школы Ровно 19 лет назад Вот прям 25 мая 19 лет назад Алло, добрый день Здравствуйте Здравствуйте, как зовут вас? Вадим Вадим, вперед Песенка дождя Катится ручьем Шелестят зеленые ветра Ревность без причин Скорь ни о чем Это было будто бы вчера Ну, и дальше уже припев, соответственно Который мы слышим Отлично Все Молодцы Когда заканчивали школу? Сколько лет назад? Лет 7 назад А, ну Совсем недавно Ладно, что выбираете? Книжку, билет в театр, в галерею прогресса или что? Давайте в кино В кино, к сожалению Есть тысяч билетов Кина? Почему, Володь? По-моему, есть еще в кино Я и есть еще Да, есть еще Наш редактор Макни нам, пожалуйста, Анна Лапшина Есть у нас билет еще в кино? Или нет? Я видел, там были Нету Говорит, что нету Ну, значит, я ошибся Давайте в театр Театр Лекарь по неволе Запрещенный роман 18-25 Это драм-театр И Гудбэй, Берлин Давайте в Паск Куда? На Спаск На Спаск Гудбэй, Берлин 21 июня Сейчас у нас будет небольшая реклама Начали разыгрывать благополучно наши призы Напоминаем, что в гостях у нас наш коллега, журналист Александр Рассохин Который приглашает вас на музыкально-просветительское мероприятие Конструктор практик 3 июня Воскресенье К 6 часам вечера можно подтягиваться К 6 или к 7 18 плюс Речь пойдет о таком уникальном направлении Масштабном, глобальном Рейв, Британия Конец 80-х годов В общем, Александр обещает, что будет интересно С примерами Совершенно правильно Реклама Культ поход Требуем еще информации от нашего гостя, нашего коллеги Александра Рассохина Саш, были какие-то еще варианты, чем можно с публикой поделиться? Если были, то почему выбор пал именно на Рейв? Ну, изначально, когда еще перед открытием конструктора практика Мы сидели с друзьями, обсуждали Кто может про что рассказать? У меня была идея рассказать про такое музыкальное направление, как джангл Джунгли Джунгли? Да А как это звучит? Не можем сейчас продемонстрировать? Я вот думаю, что прямо сейчас оперативно нет, наверное Но здесь история очень близка, я сейчас все поясню Из джангла вышло другое направление, там, драм-н-бейс Но суть в том, что когда я начал размышлять А вот, ну, нужно же делать про лекцию Нужно же как-то корни, про корни рассказать А корни как раз они и в Рейве Потому что это джангл, он как раз рождался там в 89-й И уже какие-то формы обрел там к 92-му году очертания И получается, что нужно рассказывать про Рейв И в итоге таким образом первая лекция про Рейв А вторая, если будет, там уже про 90-е Про дальнейшее развитие британской музыки в Британии И понятно, что у нас Британия прям источник такой Для вообще мировой музыки И часто они идут по такому пути, что берут у кого-то что-то Перерабатывают и вот выдают Как было там из панк-музыка, если я не ошибаюсь Да, совершенно так А по мне так шведы им не уступают А шведы уже берут то, что взяли англичане Или они из Британии все это тянут Добавляют немножко своего колорита Ну вот, например, такое явление, как Евроденс Я так немножко отвлекусь Это уже попозже уже Ну, это примерно в то же время Просто Евроденс стало более таким массовым Массовым явлением для такой мейнстрим-аудитории А Рейвы, они же создавались как Вот мы давайте где-то подпольно там андеграунда создадим И если вот первый год это прям было такое что-то андеграундное движение То на следующий год это стало очень сильно коммерческим явлением И почему борьба была с Рейвами у правительства Они же не только насылали наряды полиции Не только принимали законы, которые запрещали проводить где-то в полях Они нанимали какие-то банды, группировки Чтобы те силовыми методами разбирались И с одной стороны, конечно, можно сказать, что это там наркотики Какой-то вред от наркотиков Но с другой стороны, мы понимаем, что это недополученный доход в бюджет Потому что там крутились огромные деньги А власть, государство не имело над ними контроля Так что вот так Я уже начал беспокоиться Просто Саша уже несколько раз произнес это слово Дракс Он всегда говорит нам, что это плохо А, кстати, Николай, конец 80-х тоже хочу спросить Наш-то народ знал о том, что... Нет, в конце 80-х, знаешь, информация была очень трудна Хотя была и перестройка Это очень такое, знаешь, какое-то отдаленное эхо доносилось И никто не мог понять, что это такое, зачем и куда К нам немножко попозже это пришло У нас тут, видимо, там, бухгалтер, милый бухгалтер Но на самом деле нет Вот у нас по соседству в Ижевске в конце 80-х Очень активно как раз история с синтезаторами, с электронной музыкой Я не говорю насчет рейва как такового Электронная музыка начинала развиваться уже тоже Потому что синтезаторы были А вот именно создание площадки, попытка сделать это массовым Такого просто еще не было, потому что не очень понимали, как Потом в начале 90-х это пошло со страшной силой уже Да, и там как раз история со всей вот этой коммерческой темой Она и поднялась Потому что там огромные деньги И как раз на вот этих запрещенных веществах Это вот делались большая сумма Так, давайте продолжим наш розыгрыш У нас остается 8 минут до конца программы Даже 7 Еще один вопрос Да, ну вот говорили, что различная Разнообразная музыка здесь смешалась Но главным образом, конечно, основа Это была хаос-музыка Вот такая прямая бочка, как мы слышали Ну да, если вот так вот схематично И она пришла из Америки, из Штатов Опять же, та история, что Британия что-то берет Откуда-то, перерабатывает И вот изначально в Лондоне эту музыку не воспринимали Ее считали музыкой для гомосексуалистов Потому что она как бы вот такой Так скажем, она вышла из диска Да, она вышла из диска А диско-музыка очень дискредитировала ее популярность, опять же И шаблонность И в итоге в Лондоне ее не очень воспринимали И только к 88-му году как-то вот так вот Но при этом в другом городе Еще там в 86-м были какие-то мероприятия, вечеринки И там более лояльно к ней относились И могли танцевать Так вот, в каком городе это происходило И это вот Лондон, и вот второй город Это главные источники для всего районного движения Британский город Британский город, да Крупный британский промышленный город Знаменитый, кстати, не только футболом, как выяснилось, да? Да Я такую маленькую подсказку даю И в музыкальном плане вообще, помимо рейва Это прям такой Да, есть специальный термин, да? Вот помнишь, из названия этого города Сделано специальное такое обозначение для саунда Можно я сразу подскажу? Это не Ливерпуль А это не Ливерпуль? И это не Бирбингем, да? Да, не Бирбингем Давайте перечислять Ну что, сделайте попытку У нас есть еще призы У нас есть билеты в драматический театр Постановки 27 мая, 16 июня Лекарь по неволе запрещенный роман 18.25, соответственно Либо, если у вас есть детишки, дорогие и любимые Царевна-легушка 26 мая Будет даваться в театре кукол Ноль плюс ограничений Есть также билеты в Галерею Прогресса На только что открывшуюся выставку наших известных художников Максима Наумова и Игоря Сметанин Авятский и Хватский Ноль плюс И сувениры есть также от Галереи Прогресса Кружка и магнит С великолепными рисунками Татьяны Дедовой Про книжки давай попозже скажем Про книжки есть, потому что есть желающие ответить на вопрос Добрый день Добрый день Как вас зовут? Меня зовут Сергей Вперед Ну я хочу ответить на вопрос Окей, говорю, вперед Отвечайте Думаю, что это Манчестер Совершенно верно Но если это не Лондон, не Ливерпуль, не Бирмингем То это, видимо, уже Манчестер Из крупной городки Определяйтесь, пожалуйста, с призом, который вы хотите получить Драмтеатр, если можно А что именно? Лекарь по неволе 27 число послезавтра Либо 16 июня 18.25 запрещенный роман Давайте 27 Лекарь по неволе Премьера по Мольеру Не кладите, пожалуйста, телефон Передаем вас нашему редактору Следующий вопрос Отменяйте Николай Глуб Ну тогда еще один фрагмент музыки Попрошу включить Артема И вопрос снова будет про Африку Про Африку Вот Дяденька, голос которого вы только что слышали Он родился в Африке Причем родился в стране, которой сейчас уже не существует Дело в том, что Африка свою карту довольно-таки прикраивала Родился он на острове Унгуджа В городе Мдхимконгве Даже произнести трудно, да? Обычно поэтому по-русски пишут каменный город И вот ваша задача угадать В каком из трех уже не существующих африканских государств Появился на свет Это был Фредди Меркурий Господи, что я Мы все его узнали Три варианта ответа Это Абиссиния Это Занзибар Или это Лимпопо Ага Ну очень все просто Вам остается только набрать номер телефона 211-101 И если ошибетесь с первого раза Мы вам дадим вторую попытку Звоните 211-101 Кстати, я не ошибаюсь Да, тут впереди премьера должна быть Фильма Куин Где-то уже появился трейлер Прям вкусный Здорово Многострадальный фильм За время его съемок Сменили, по-моему, уже трех режиссеров Двух исполнителей главной роли Саша Баронкоин же хотел исполнять Фредди Меркурий Я Фредди Он как-то там крупным планом долго не показал Но мне очень Брайн Мэй очень понравился Нет, но крупным планом я посмотрел Посмотрел Фредди Тоже очень так ничего похож Да, похож Причем, говорят, он еще и поет сам Артист сам поет Говорят, что он сам поет Я не знаю Но это надо же смотреть будет В манере Фредди Ну, тут надо полагать 211-101 Еще раз вопрос Давайте повторим Да, то есть страна, в которой родился Фредди Меркурий Она называлась, когда он родился Абиссиния, Занзибар или Лимпопо Википедия вам в помощь Да, там сразу в первой же строчке это написано Фредди Меркурий Даже подскажу Сейчас эта территория называется Танзания Ага И в названии этой республики два А у них там какие-то Включены Междуусобица какая-то Нет, просто объединились две страны В одну в Единый Союз Это объединенная республика Танганика Так, ну что, добрый день Алло, еще раз здравствуйте Еще раз здравствуйте, Наталья Я хочу попробовать еще раз Попробуйте еще раз Абиссиния Ну, первый вопрос Первый ответ Мы всегда неправильно Как бы не ругаем за первый неправильный ответ Есть вариант еще Лимпопо, либо Занзибар Что будет Занзибар? Занзибар Занзибар, конечно Конечно, Занзибар Лимпопо это Корней Чуковский придумал Такой страны нет, только речка Лимпопо, Лимпопо Речка там такая Ну, теперь у вас есть полное право выбрать приз Я хотела бы книжку про мятную сказку Мятная сказка Алексея Полярный Любопытная книжка Два миллиона читателей на вот Двенадцать плюс Ну, я, видимо, успеваю Свой последний вопрос Я сегодня поднимаю тему Школы выпускных Сейчас немножко похулиганим Сейчас будет не классика Которую вот вспомнил Николай Голиков Ему очень понравилось, да Самоцветы Сейчас будет более современный исполнитель И песня, обожаемая многими представителями молодого поколения Пожалуйста Вот Песня называется выпускной, между прочим Она имеет прямое отношение К школе Двести одиннадцатого один Давайте Следующую строчку Да Ну, там Это припев Это припев Как раз звучит Медлячок, чтобы ты заплакала И третья строчка Еще четвертая Как-то скептически на меня Саша Рассохин смотрит Сидит Я просто не знаю А ты по чему Я слышал эту песню Я тут видел в интернете Ну, баста исполнитель Соответственно, вот когда бывает Общее выпускное в Москве Или где там В Питере Там толпа вся эта Многотысячная Она качает под эту песню Алло Алло, здравствуйте Я не помню мелодию Поэтому я спеть не могу Могу текст сказать Просто у меня текст в голове вертится Давайте Медлячок, чтобы ты заплакала И пусть звучат они все одинаково И пусть банально И неталантливо Но как сумел На гитаре ты сыграл и спел Вот так вот Вы поклонница Я не помню мелодию Вот такой Как вот спеть Это трудно спеть Вы поклонница Васи Вакуленко? Ну, нет Я просто У меня сын любит А Любит сын Хорошо Ну что Что-нибудь для сына Книжку Или пойдете вместе Например, в театр Или в Горилею Прогресса Мы ходили уже на запрещенный роман К сожалению Больше у вас нет Лекарь по неволе у нас есть Тоже его смотрели? Лекарь по неволе А лекарь по неволе есть? Есть, конечно Это по Мольеру постановка Да, да Обязательно сходим Давайте Привет вашему сыну Передавайте За то, что Не зря слушает Басту Правильно выиграли Правильно ответили 17.0027 мая Ограничение 16 плюс Лекарь по неволе Мы имеем в виду Попросить перезвонить или что? Что случилось? Я не понимаю Мы уже разыграли лекаря по неволе А, разыграли лекаря по неволе Ну, я думаю, что Сейчас должен нам с тобой выяснять Я думаю, что да Но Проблема Не знаю Может на троих сыграем эту постановку Специально Ладно Спасибо большое, Александр Рассохин Вас спасибо Завершается на этом программа Культпоход Поклонники музыки Такого направления, как рейв Если вы хотите тряхнуть стариной Узнать побольше Об этом Пожалуйста, добро пожаловать В конструктор практик Практик 3 июня В воскресенье 6 часов вечера 18 плюс Будет это мероприятие А затем-то что будет? Дискотека там всегда Или что? Там, скорее всего, будет Не, ну это воскресенье Людям в понедельник на работу Будет фильм Вот Круглосуточные тусовщики Сегодня уже вспоминали Я думаю, что мы будем показывать В отрыв Human Traffic По-английски Это было приурочено К десятилетию После всей истории С рейвами И как за эти 10 лет Британия и британское общество Изменилось Благодаря тем событиям Которые происходили В конце 80-х В отрыв фильм До встречи Культпоход